Сегодня 3 августа 2021 года. Город Иркутск. Корреспондент московского журнала «Экоград» Любовь Аликина. В инстаграме Светлана Родионова, руководитель Федерального службы Роспироднадзора, которая буквально недавно побывала в Иркутской области на территории, в том числе, Усолья Химпрома. Если первый раз, когда она здесь была, она приравняла данную территорию ко второму Чернобылю, то в последний свой приезд она говорила о том, что прекрасный Марта Робкин, как прекрасно отработал федеральный экологический оператор Росадом, и практически накопленный ущерб и вред экологии и данной территории, и природе, устранил. Правда, что она имела под этим в виду, непонятно. Но в этот второй свой приезд она говорила о том, что конкурсный управляющий, который проводил процедуру банкротства Усолья Химпрома, накануне как раз захода федерального экологического оператора, после того, как Владимир Владимирович Путин переговорил на тот момент сырье губернатором Иркутской области Кобзимом Игорем Ивановичем, и говорили они о накопленном огромном вреде и о работе химической промышленности. И то, что с 2017 года здесь банкрот, и здесь конкурсный управляющий начал продавать имущество Усолья Химпрома, в том числе и земельные участки, которые были подвержены химическому воздействию, в том числе и накоплению огромного количества ртути. До 8-12 метров глубину эта ртуть уходила. Более того, она ушла и в водные горизонты, в том числе и в реку Ангара, и сегодня уже в Рыбе, в Братском водохранилище, рыба содержит в том числе и ртуть. Такие исследования проводились. Ну, я пока говорю со слов тех, кто это утверждает. Но, что говорила Родионова, прибыв сюда? Она говорила о том, что так как частная территория, то Федерация не может заняться утилизацией накопленного вреда и сделать рекультивацию тех земельных участков, на которых находились те или иные объекты Усолья Химпрома. И поэтому она предложила, уважаемые участники, верните-ка обратно Федерацию, так как у вас нет ни возможности, ни лицензии, и только государство, на государственном уровне можно провести, в том числе и темеркуризацию данной территории, этих цехов и площадок. И, соответственно, давайте-ка думать впредь, бизнесмены, которые в той или иной мере прихватизировали, я именно так называю приватизацию, эту территорию или иные территории, а затем, выжив из нее все соки, просто-напросто обанкротили себя и ушли от ответственности, бросив эту территорию на бы кого? Она и не государственная, она и не частная, уже банкрот. Процедура банкротства прошла, но почему-то кто-то покупает, ну, покупает, значит, и накупленный вред, рекультивируйте и утилизируйте то, что здесь есть, а землю рекультивируйте и, соответственно, приводите в порядок в соответствии со всеми требованиями действующего природоохранного, санитарного законодательства, более того. Здесь рядом водные объекты, река Ангара и река Белая. Здесь рядом, в этой чертах города живут люди. Ну и, соответственно, нельзя просто так заниматься банкротством. Вот что Светлана Родионова на своей странице Инстаграм сказала по поводу вот таких предприятий, которые проходят процедуру банкротства и уходят от ответственности. Наверняка вы помните историю с Олейхимпрома. Я много писала в соцсетях об этом ужасающем объекте, накопленном вреда. Была там лично и видела ртуть, которую можно кнуть ногой, и она покатится. Промплощадка стала символом потребительского отношения к природе. Оторвать, хапнуть, выжить максимум, повесить замок и исчезнуть, оставив после себя токсичные поля, с которыми как-нибудь разберется государство. Ситуация нас многому научила. Теперь так сделать не получится, не позволит новое законодательство. Собственники впредь обязаны ликвидировать объект за свой счет, если он исчерпал ресурс. Сегодня в стране порядка 30 предприятий, которые нужно обезвредить. А в целом объектов, накопленного вреда, более тысячи. Сейчас наши коллеги работают над законопроектом по созданию фонда ликвидации для предприятий. Правительство обсуждает законопроект об ответственности собственников промпредприятий за ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду. Бизнесу пора изменить подход к своей работе. И с самого начала надо понимать, заходя на планоплощадку, что в конце жизненного цикла предприятие нужно будет убрать за собой. Расходы за это следует включать в бизнес-план проекта с самого начала. Ну как с этим не согласиться? Мы согласны. Но объект, опасный объект переработки первого-второго класса опасности отходов на Усолье, Химпроме, площадке, мы против. Размещать там его нельзя. Светлана Родионовна, услышьте нас. Спасибо.